Каждый год 22 июня мемориальный комплекс «Свечный огонь» становится местом притяжения люберчан. В День памяти и скорби жители округа присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти» и возложили цветы к памятнику «Войну-освободителю». Тему продолжит наш корреспондент. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. По всей России зажигают свечи в ночной тишине в память о тех, кто отдал жизнь во имя победы. Самая страшная и кровопролитная война продлилась 1418 дней и ночей. За это время она унесла жизни более 26 миллионов советских граждан. На фронт призвали 50 тысяч люберчан. Из них 17,5 тысяч не вернулись с полей сражений. К акции «Свеча памяти» присоединились представители молодежных и общественных организаций, преподаватели и студенты Российской таможенной академии, жители округа. Я прихожу сюда уже третий год, и для меня это на самом деле очень важно, потому что это наша память, это начало Великой Отечественной войны, которую забывать нельзя. Наши деды, братья сделали всё, чтобы мы здесь жили и жили в мире. Хочется пожелать всем мира, чтобы это больше никогда не повторялось, ведь мы достойны только самого лучшего – жить в мире и согласии. Великая Отечественная война оставила след в судьбе каждой семьи. Герои живы, пока жива память о них. В полдень на митинг-реквием у памятника воину-освободителю собрались сотни людей. Цветы к вечному огню возложили глава округа Владимир Волков, председатель окружного совета ветеранов Юрий Орехов и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Почтить память жертв Великой Отечественной собрались ветераны войны, представители молодёжных и общественных организаций, депутаты, жители Люберец. Когда люди много переживают, у них всегда есть что сказать. Я рада, что молодёжи много собралось. Я рада, что они такие приветливые и понимают всё, и чувствуют. И очень хорошо, что мы все собираемся вместе. И хочу пожелать мира, счастья, здоровья, любви и долгих лет жизни. Из-за небес, отчичьих отрекая, Всех поздравок оставить... Богдан Колесников, Денис Заугольников и Александр Глазов. Телеканал ЛРТ.